Эти люди участвуют во многих вооруженных конфликтах по всему миру, однако при этом предпочитают оставаться в тени. Наемники наших дней – огромный бизнес, о котором нам известно немногое. Сегодня наш гость – бывший военнослужащий США, ставший впоследствии наемником профессор Шон Макфейт. В беседе с ним мы попытаемся пролить свет на таинственный мир частных армий. Сдержанные, эффективные, доступные. Они принимают участие почти во всех мировых конфликтах. Пользоваться услугами частных военных компаний выгодно, однако к ним прибегают не только правительства. Кто контролирует индустрию войны? Может ли любой желающий нанять армию для личного пользования? Что бывает, когда наемники отказываются выполнять приказы? У нас в гостях бывший наемник, писатель Шон Макфейт. Спасибо, что пришли к нам на передачу. Число наемников, частных армий и военных подрядчиков растет. Означает ли это, что мы близки к появлению глобального рынка войны? Или он уже существует? Он существует уже как минимум лет 10, а то и дольше. Но вы правы, после Ирака и Афганистана нас ждет более открытый и свободный рынок военной силы. А в чем причина? Частная военная индустрия существовала всегда, однако последние несколько десятилетий она находилась на подпольном положении. В основном это были своего рода наемники-одиночки, которые участвовали в деколонизационных войнах в Африке. Однако в 90-х эта индустрия начала расти. Компания Executive Outcomes в Южной Африке стала настоящей наемнической корпорацией, а правительство США наняло несколько частных военных компаний на Балканах, например, MPRI. Но по-настоящему крупные вложения в частную военную индустрию со стороны США начались во время войны в Ираке и Афганистане. Поэтому сейчас, когда Америка сворачивает свое военное присутствие в Афганистане, встает вопрос, а что будет с этой многомиллиардной индустрией? Вопреки ожиданиям некоторых политиков в Вашингтоне, банкротство ей не грозит. Люди, занятые в этой индустрии, будут искать новых клиентов, и это может оказаться кто угодно. Мы обсудим это подробно чуть позже, а сейчас я хотела бы поговорить о Вашем прошлом. Как Вы стали наемником? Что стало причиной? Деньги или же просто поиск острых ощущений и любовь к войне? Я начинал как десантник в армии США. Я был офицером-десантником 82-й воздушно-десантной дивизии. То есть, как и многие другие в частной военной индустрии, я начинал в вооруженных силах США. Многие также начинали в армиях или на флоте других стран. После службы в армии я, если можно так выразиться, переключился на работу в частной сфере. Я работал на компанию DynCorp, одной из крупнейших частных охранных компаний в мире. Кстати, по большей части я работал в Африке, а не на Ближнем Востоке. Я занялся этим из любопытства. Да, доход в этой сфере несколько выше, чем в армии, однако это все же не те суммы, о которых говорят СМИ. Интересный аспект работы в этой сфере заключается в том, что здесь можно проявить изобретательность и новаторство. В областях, где бюрократия армии большой страны этого просто не позволит. Кроме того, мне было интересно узнать, как именно осуществляется работа в этой индустрии. Между прочим, ее охват намного шире, чем многие себе представляют. Расскажите о своем самом опасном задании. Мое самое опасное задание, опять-таки, было в Африке, в маленькой центрально-африканской стране под названием Бурунди. Она располагается рядом с Руандой. Многие зрители наверняка помнят, что в 1994 году в Руанде Хуту осуществили крупнейший геноцид против Туцци. Притом, происходило это не только в Руанде, но и по всему региону, включая Бурунди. В 2004 году, по данным разведки США, на востоке Конго укрывалась группа опасных экстремистов Хуту. Они собирались убить президента Бурунди. Эта повстанческая группа, собственно, как и правительство США, считала, что если президент Бурунди будет убит, то это повлечет за собой продолжение геноцида 1994 года в виде ответных убийств. Хуту отомстят Туцци, а потом Туцци отомстят Хуту, и все это перейдет в полномасштабный геноцид. Такие прецеденты в прошлом уже случались, и чтобы предотвратить это, правительство США прибегло к услугам Dine Corp, компании, в которой я работал. Я руководил программой предотвращения этого сценария, и с заданием мы справились успешно. Да, но во время вашей миссии в Бурунди вам приходилось тщательно скрывать тот факт, что вы работаете на США. Как вам это удалось? Одним из своеобразных аспектов этой индустрии является так называемое правдоподобное отрицание. То есть, если та или иная миссия слишком опасна, или же слишком рискована с политической точки зрения, то правительству США и клиентам в целом порой бывает проще нанять для этого частную компанию, чем привлекать свою собственную армию. Если где-нибудь в Африке, в Бурунди, например, попадут в плен или будут убиты солдаты армии США, это может привести к крупным политическим потрясениям и вызвать большой интерес у прессы. Если же убивают наемника, люди реагируют на это менее остро. То есть, поручая такие операции частным предприятиям, правительство, в случае, если все пойдет катастрофически плохо, в некотором роде защищено от политических последствий. Когда вы были солдатом Дайнкорп, вам, разумеется, приходилось выполнять приказы. Вы когда-нибудь задумывались о правильности этих приказов, о том, не противоречат ли они вашим моральным принципам? Если ваши нравственные ориентиры говорят вам, нет, не надо этого делать, что тогда? Интересно то, что следовать своим нравственным ориентирам легче в частном секторе, а не на службе государству. Служа в армии США или какого-нибудь другого государства, вы получаете приказы, которые обязаны выполнять. Когда вы работаете на частную компанию, вы можете просто сказать, нет, так не пойдет, я этого делать не буду. Можете на меня подать в суд, у вас есть такая возможность. Работая в частном секторе, вы обладаете большим контролем над тем, что вам приходится делать, и в какой-то мере над своей собственной судьбой, чем в случае, когда вы служите в армии США. Это очень привлекательный аспект для тех солдат, которые служили несколько раз подряд, например, в Ираке. В результате их семейная жизнь превратилась в кошмар, и они не знают, что делать. Так что многие уходят в частный сектор, потому что там у них появляется больший контроль над своей жизнью. Вы упомянули Ирак. В Ираке было задействовано больше наемников, чем солдат армии США. Получается, что при ведении войны без участия частных военных компаний обойтись никак нельзя? Хороший вопрос. Да, вы правы. В годы Второй мировой войны США нанимали около 10% военнослужащих за рубежом. 10% личного состава в зонах боевых действий были наемниками. Во Вьетнаме их доля составляла около 20%, в Ираке уже 50%. То есть соотношение солдат и наемников было один к одному. В Афганистане их было 70%. Ну а через поколение эта цифра достигнет 80-90%. Вопрос заключается уже в том, будут ли США воевать, используя в основном наемных солдат. Судя по имеющимся тенденциям, так и случится. В любом случае было обнаружено, что наемники оказались незаменимыми в операциях по стабилизации обстановки в таких странах, как Ирак и Афганистан. Наемники также хорошо подходят для подготовки сотрудников силовых ведомств. Например, если бы США захотели помочь Ираку усовершенствовать навыки их силовиков для борьбы с ИГИЛ, этим стали бы заниматься наемники. Их можно использовать в наземных операциях и не говорить о том, что в стране присутствуют американские войска, что очень важно для американских политиков. Они не хотят, чтобы в Ираке находилось большое число американских солдат, но наемников они не считают. Кроме того, если наемников убивают, на это тоже никто не обращает особого внимания. Все начинают беспокоиться, когда в страну прибывают гробы с телами морских пехотинцев, но никто не считает, сколько погибло наемников. Именно поэтому, на мой взгляд, США все чаще прибегают к их услугам. Помимо политических последствий, которые вы перечислили, бывший руководитель частной военной компании Blackwater Эрик Принц сказал мне, что наемники действуют эффективнее, чем регулярные войска США. На ваш взгляд, это правда? Если да, то что плохого в их использовании? В некотором смысле они действительно более эффективны. Использовать их определенно дешевле. Наличие частной военной компании, имеющей хорошо подготовленных и относительно дисциплинированных бойцов, способствует появлению доступа к инновациям и дает значительный стимул частному сектору. Так как наемники выполняют задания за меньшие деньги, следовательно, использовать частные компании, несомненно, выгоднее, чем вооруженные силы США, к примеру. Это справедливо как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Ведь в долгосрочной перспективе, когда армейские подразделения возвращаются домой, им все еще надо платить зарплату и прочее. Когда заканчивается контракт с частной военной компанией, им не нужно платить ничего. Однако в этом случае существуют и долгосрочные риски. Как показывает история, если наемникам не платят или не осуществляют над ними надзор, они выходят из-под контроля. Они превращаются в бандитов, разжигают конфликты, продлевают их, чтобы получить больше прибыли. Простите, Шон, можете привести пример случая, когда наемники начинали или намеренно поддерживали конфликт, чтобы создать спрос на свои услуги? Такие ситуации менее характерны для Ирака или Афганистана, потому что правительство США, так сказать, верховный главный заказчик, который оплачивает счета, до сих пор присутствует там. Но примеры можно увидеть у берегов Сомали. Сомали – это свободный рынок военной силы, где находятся наемники и каперы. Каперы – это фактически те же наемники, но на море. Они нанимаются для борьбы с пиратством. Компания под названием «Самкан», что означает «Сомали, Канада», «Сомалийско-канадская компания», работала в Сомали на одной из группировок. И когда у них с заказчиком возник спор об оплате, наемники сами стали пиратами. Они начали захватывать рыболовецкие судна у берегов страны. Это пример того, как оставшиеся без работы наемники, в данном случае каперы, стали пиратами, то есть из своих превратились во врагов. Шон, сейчас мы должны сделать короткий перерыв, а после него мы продолжим беседу об опасностях набирающего обороты наемнического бизнеса с профессором Шоном Макфейтом, бывшим сотрудником частной военной компании. Оставайтесь с нами. У нас в гостях профессор Шон Макфейт, писатель и бывший военный наемник. Мы обсуждаем частную военную индустрию. Я бы хотела поговорить о некотором нежелании прибегать к услугам частных военных компаний. Это несмотря на то, что такая военная сила дешевле и эффективнее. К примеру, африканский военный подрядчик Executive Outcomes предложил свою помощь ООН в остановке геноцида в Руанде, но получил отказ. Их услуги были дешевле, они эффективны и были готовы действовать. Почему же им отказали? Почему ООН не соглашается работать с наемниками? Хороший вопрос. Вы говорите о геноциде в Руанде 1994 года. Представители частного военного подрядчика Executive Outcomes обратились в ООН с предложением остановить геноцид, что было необходимо для того, чтобы ООН смогла развернуть свою миротворческую миссию. На это обычно требуется около полугода. ООН, как стало широко известно, ответила отказом, заявив, что мир не готов к приватизации миротворческой деятельности. Безусловно, мир также не был готов к смерти 800 тысяч человек, но беспокойство вызывает следующее. Если существует рынок военных услуг, не станут ли частные военные подрядчики организовывать конфликты ради прибыли? В истории полно подобных примеров. Если есть индустрия, источником доходов, в которой служит конфликт, происходящий в самых неспокойных регионах планеты, в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, то этот конфликт будет только усугубляться, а военные будут менее управляемы. Государства утрачивают монополию на применение военной силы. Она становится все более общедоступной. Так же, как и обычным делом становится конфликт. В таком мире любой, кто сможет позволить себе средства ведения войны и наемных солдат, может получить власть? Погодите, я с вами полностью согласна. Но я сейчас спрашиваю о частном случае. Если ООН бессильна, почему бы ей не нанять частных военных подрядчиков и решить проблему? Думаю, ООН следует об этом подумать. На мой взгляд, Организация Объединенных Наций может оказаться в том же положении, что и США несколько лет назад, когда Америка стала основным потребителем таких услуг. Безусловно, миротворческие миссии сокращаются. Существует недостаток миротворцев, и на мой взгляд, ООН должна задуматься об использовании частных подрядчиков для расширения миротворческих миссий. В то же время, такая политика должна проводиться в соответствии со строгими правилами. Необходимо создать схему для проверки частных подрядчиков, разработать систему подготовки, которую им необходимо пройти, создать алгоритм проверки ответственности и прозрачности. В общем, сделать все, чем последние 10 лет никто не занимался, в том числе и в США. У ООН есть для этого все возможности. Сделав это, она сможет вывести частную военную индустрию на новый уровень. Этот бизнес похож на огонь, в том смысле, что он может приносить как пользу, так и в большие разрушения. Но дело не только в ООН. На фоне ситуации, которую мы сегодня наблюдаем в Ираке и Сирии, не было бы разумным нанять частных военных подрядчиков для борьбы с исламским государством? Почему международное сообщество не обращается к ним? Отличный вопрос. На мой взгляд, причиной тому страх. Вы можете обратиться за помощью к частным компаниям, и они возьмут на себя наземную борьбу в Ираке и Сирии, поскольку международное сообщество, в лице, например, США, предоставляет лишь помощь с воздуха. В Ираке и Сирии нет солдат, а контролировать территорию можно только посредством сухопутных войск. Невозможно контролировать территорию с воздуха, и если кто-то хочет одержать победу над исламским государством, для борьбы с ним необходимо ввести сухопутные войска. Вероятно, проблема заключается в том, что мы не знаем, кто именно работает в частных военных компаниях. Мы не можем с уверенностью сказать, что произойдет, когда их сотрудники завершат свою миссию. Останутся ли они в Ираке, начнут свою собственную компанию. В истории есть прецеденты, когда наемные солдаты захватывали землю и провозглашали себя королями, как, например, это было в Италии. Поэтому самый главный вопрос в том, что будет после того, как ИГИЛ падет. Что будут делать наемники? Итак, вы хотите сказать, что государства утрачивают монополию на применение силы? Кто сегодня нанимает подрядчиков? Всегда ли это государство? Или же их с такой же легкостью может нанять какой-нибудь богатый человек? Сегодня это может быть кто угодно. Богатые люди также могут обращаться к услугам наемников. Например, в 2008 году голливудская актриса Мия Ферро планировала нанять солдат из Блэк Уотер, чтобы остановить геноцид в Дарфуре. Они так и не стали сотрудничать, но могли это сделать. Вопрос в том, будут ли в дальнейшем случаться подобные прецеденты. На мой взгляд, будут. По крайней мере, нельзя этого отрицать. К услугам частных военных подрядчиков начинают прибегать нефтяные компании и гуманитарные организации, работающие в неспокойных регионах. В настоящий момент к наемникам обращаются в основном в целях защиты людей или собственности, но у многих компаний есть возможности для наступательных военных действий. У них есть беспилотники, из которых они могут сделать самоуничтожающиеся летательные аппараты. В их распоряжении есть и другая воздушная техника. Существует мнение, что в будущем военное дело будет все больше приватизироваться. Вы говорили о беспилотниках и других возможностях подрядчиков. Откуда частные компании берут военную технику? Обычно военное оборудование предоставляет государство. На самом деле все элементарно. Стрелковое оружие и легкое вооружение можно приобрести на международном рынке, как на белом, так и на черном. В зонах конфликта, куда скорее всего будут привлекаться наемники, широко распространен черный рынок стрелкового оружия. Когда я, к примеру, был в Африке, на большинстве базаров автомат Калашникова можно было купить за 20-30 долларов. Беспилотники можно заказать на Амазоне и самостоятельно их оснастить. Конечно же, это не те огромные американские военные беспилотники. Это менее масштабные летательные аппараты. Но из них можно сделать самоуничтожающиеся беспилотники. Не нужно быть гением, чтобы оснастить их взрывчаткой и превратить тем самым в летающие бомбы. Возвращаясь к тому, о чем вы уже говорили, возможен ли вооруженный конфликт между корпорациями, если бы они наняли частную военную компанию не для собственной защиты, а для борьбы за определенную территорию? Возможно ли наземная война между, например, Майкрософт и Эппл? Я не знаю, пойдут ли они на это. Думаю, это определенно возможно, но более уместно в добывающей отрасли, а не между другими компаниями. Компании, занятые добычей нефти, газа, заготовкой древесины, не могут решать, где именно будут размещаться их объекты. Понимаете, золотодобытчики должны размещать предприятия там, где есть месторождение золота. И, возможно, им придется соперничать с другими компаниями, с правительствами или группами боевиков. Поэтому можно представить себе конфликт между различными субъектами, такими как компании, слабое государство, группы повстанцев, сепаратистов и так далее. Все они могут обратиться к частным военным подрядчикам, поскольку, если это делает одна сторона, всегда существует риск эскалации. И другие стороны конфликта могут начать нечто вроде гонки наемников. Поэтому, возможно, через год в Афганистан начнет приходить множество частных военных компаний в поисках новой и весьма привлекательной рыночной ниши. Из нашего разговора у меня сложилось впечатление, что ответственность – одна из самых значительных проблем, связанных с деятельностью частных военных компаний. Если те, кто служат в армии, действуют по армейским правилам, наемники не обязаны следовать им же, верно? Да, вы правы. Тогда как проследить за тем, чтобы они ответственно выполняли свою работу? Есть ли какой-то способ заставить их отвечать за свои действия? Отличный вопрос. В США пользуются услугами этой отрасли уже более 10 лет, и до сих пор так и не выработали механизмов регулирования и принуждения. Не сделало этого и международное сообщество. По очень простой причине. Если ввести через чур жесткое регулирование, эти компании просто уйдут в офшоры, где не существует вообще никакого регулирования. Точно так же, как это делают компании, стремящиеся избежать высоких налогов. Строгие регулятивные механизмы не решат проблему. Даже если нормативная база и будет создана, будет очень трудно заставить частные компании соблюдать эти нормы. Кто станет этим заниматься? Неужели ООН поедет арестовывать тысячу вооруженных наемников в центре Конго? Это будет очень сложно сделать. На мой взгляд, единственный способ оказывать влияние на рынок. Частные военные компании подчиняются логике рынка. Можно сделать добросовестное поведение прибыльным, а не добросовестно и невыгодным. Скажите, существует ли опасность того, что одна из частных военных компаний станет крупнейшим игроком на рынке? Известно ведь, что британская G4S является одним из крупнейших работодателей в частном секторе и уступает только розничной сети Walmart. Что произойдет, если рынок частных военных услуг монополизируется? Снова хороший вопрос. Раз мы говорим о рынке военных услуг, то большую роль здесь играет рыночная аналитика. В некотором смысле там существует своего рода баланс. Более мелкие компании конкурируют с крупными с целью сдержать их рост, точно так же, как конкурируют друг с другом в великие державы, таким образом сдерживая друг друга. Но если одной из компаний удастся стать настолько крупной и могущественной, что она будет доминировать на рынке, мы получим крупнейшего политического игрока. Новый тип сверхсилы, подобный которой мир не видел уже много лет. Что-то вроде британской Ост-Индской компании. Это может создать большие проблемы для мировой безопасности. У этого явления существует и другая сторона. Частные военные компании представляют собой корпорации. Если их репутация будет запятнана работой на плохих парней или ненадлежащим поведением во время выполнения заданий, их бизнес пострадает, не так ли? Не подскажет ли сам рынок модель поведения? Совершенно верно. Опять же, эта отрасль реагирует на рыночные факторы, подчиняется логике рынка. Поэтому, если сделать одни методы работы прибыльными, а другие неприбыльными, тогда мы сможем оказывать на нее влияние. Мне кажется, что если ООН решит использовать наемников в качестве миротворцев, у них получится сделать все правильно. В качестве примера можно привести тот же Blackwater. Она была выброшена с рынка после того, как ее наемники убили в Багдаде 17 иракцев в 2007 году. Поэтому в какой-то степени рыночная логика определенно может быть использована в данной отрасли как инструмент принуждения к ответственному поведению.